Вечное бесплатное обслуживание по кредитной карте Альфа-банка. Оформите в июне и получите целый год без процентов. Альфа-банк. Крупнейший частный банк в России. Друзья, всем привет! С вами канал Живой Футбол. И сегодня мы вас познакомим с очень талантливым 10-летним парнишкой, который прилетел из Беларуси в Москву за своей футбольной мечтой. Поехали! Ну что, ребята, Леша сегодня с нами. Леша, привет! Всем здрасте! Как у тебя дела? Все хорошо. Во сколько лет ты начал заниматься футболом? 5 лет. Почему ты именно футбол начал заниматься? Там есть баскетбол, я не знаю, хоккей. Ну, я на телевизоре посмотрела, как они играют в футбол. Сразу же захотел. Ромбик тут самый знаменитый. Как так получилось? В Минск 12-го года поехал на турнир в Москву. Я там взял уже бомбардиры. Меня сразу же начали приглашать в разные клубы. Ничего себе! Сколько тогда голов забил? Где-то 20. 20 голов? Серьезно, что ли? Ничего себе! Сначала устроим с тобой челлендж, пожонглируем. А после этого очень хочется посмотреть какие-то трюки у меня сделать. Как что получится? Хорошо. Челлендж на жонглирование мяча. Мы с Лехой передаем мячик друг другу по воздуху, но только в одно касание. У каждого из нас есть по три жизни. То есть до трех потерь. Первый раунд. Гоу! Мы, естественно, друг друга не засаживаем. Не подсовываем. Мы подсовываем, кстати, технику. Опа! Ну, это Леша одно очко. Леша сейчас очко? Да, ты очень, ты очень... А то я то, что вы здесь спас, я извиняюсь. Судья! Ну, страсти. Я что? Ну, сейчас хорошо. Сейчас согласен, что я проиграл. Продолжаем. 2-1. Это интересно. Накал, накал. Раз. Мягенький, мягенький. Хороший еще. Мне нравится, что вы вдали играете, не вблизи. У вас такие прям... Ой-ой-ой-ой-ой. Леха мог спасти, но я ему не дал. Я считаю, что нужно наступать дорогу молодым. Очко в челлендже на жонглирование мяча забирает Леха. Ты сейчас? Да. Сейчас мы приехали в Лужники, где Леша, наш юный талант, играет за московский Спартак на турнире ФШМ. И за 6 матчей он в групповом этапе забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром. Спасибо. Хороший. Хороший. Очень- Хороший. Господи. Вот так «самгренсы», на пианины. Субтитры делал DimaTorzok Итак, Спартак повел. 1-0. Где спартаковская поддержка? Леша и его отец приехали из Белоруссии, из Минска. Сейчас они играли на турнире FSHM за московский Спартак. Вас пригласили сюда. Нет, я его записал на общий отбор. Тренер наш в Минске сказал, иди в Спартак, не ошибешься. Хорошие условия и тренера, руководство хорошее, очень так добро, тепло к нам относятся. Мы были в нескольких командах, в нескольких академиях, клубах. А где еще были? В Краснодаре, в Зените, в Москве в нескольких клубах. Такой самый логичный вопрос. Во сколько Леша начал играть в футбол? И как это вообще произошло? Наверное, года в 4,5, может быть, в 5, ближе к 5. У нас дедушка футболист играл в Динамо Минск, Кистень Александр Анатольевич. Ну и как-то пошел, видно, по его стопам. А как у него? Мячик в ногах оказался? Футбол по телевизору смотрел, что-то понравилось, смотрел мячик. Это взял, начал копировать, попробовали завести на секцию. Треем сказал, хороший мальчик. С этого и пошло все. А он сразу выделялся на поле среди своих сверстников в команде, вот в Минске? Да. Сразу было видно, да, что человек любит мяч? Ну, до него главное доставить мяч, а он уже с ним, как говорится, знает, что сделает. Сколько в итоге голов он забил? 19. 19. А ближайший конкурент, так скажем, что-то около 10, по-моему. Два раза меньше. Вообще, как дела в Белоруссии и в Минске с футболом? Плохого ничего не могу сказать. Немножко ситуация посложнее. По одному тренеру в «Спартаке», например, как минимум два тренера. Плюс тренер по вратарям, плюс тренер по физподготовке. Во-вторых, конкуренция. То есть мы здесь играем с командами, которые, ну, во-первых, это число команд, во-вторых, это уровень команд. Ну да, в конкуренции в целом-то и рождаются… Только в конкуренции можно сносить… Смород, с талантом. Конечно, конечно. Готовы? На старт. Внимание, марш! Хорошо, хорошо. Быстрые ножки и финиш. Сразу чувствуется футболист. Сколько раз ты в неделю тренируешься, именно вот фишки обыгрываешь? Каждый день. У меня много разных заданий. И каждый день выходишь, каждый день… Да, каждый день, да. Ну, красавчик. Продолжай в том же духе. А был ли у тебя какой-то кумир, кто тебе больше всего нравится? Ну, мне сейчас больше всего нравится Месси. Ну, ты по стилю с ним чем-то похожа, да, вообще? Ну, наверное. Майорова, конечно, на скорости оставлять нельзя одного. Вот опять дали пространство Алексею. И он несется и бьет! И забивает Майора! За какой клуб ты бы хотел в будущем, когда вырастешь, играть? В Барселону, либо в Пассажире. Если с Месси не успеешь, то в Милане Ибрагимовиче, я думаю, еще 100%. Ты знаешь каких-нибудь футбольных фристайлеров? Антон Павлинов, знаешь? Да. О, знаешь, ничего себе. Да, знаю. Сможешь ли мне назвать фристайлера, который четыре раза выигрывал чемпионат России по футбольному фристайлу? Знаешь ли ты такого? Нет. Итак, проверяем сейчас Леху на владение мячом, на фристайл. Сейчас я буду показывать ему различные трюки разной степени сложности. В нем будет по три попытки, чтобы повторить трюк. Первый уровень сложности – самый максимально простой трюк. Он даже легче, чем АТВ. Ай-яй-яй. Есть. Хорошо. Идем уже на ступень выше, ребята. Ой, ну это прям выглядит сложно. Это Абаса ТВ. Второй уровень сложности. О-о-о-о. Своей, извиняюсь. Первые попытки Абасы – это неплохо. У меня Абас хорошо идет. Так где эти уровень сложности? Легкая комбинация, ребята. Ага. Есть. Да. Да-да-да, вот, ну, наизь. Красавчик. Я, в принципе, и двухоборотные умею. В смысле? Так, секунду, я знаю. Держи камеру. Алексей неожиданно сказал, что он умеет делать двухоборотные трюки. Это уже достаточно тяжелый уровень фристайла. Сделаем такую двушечку. О-но. 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 Эй, а можно первый оборот в другую сторону? Хорошо. О-но. Да, неплохо. Это реально двухоборотный трюк, ребят. Ай-яй-яй. Последний попыток. Последний. Чуть-чуть, чуть-чуть. Нет, уровень неплохой. Реально, уровень перестайла неплохой. Для футболиста вообще огонь. Красавец. Может, все-таки сделай двухоборотный? Ну-ка, давай. Ну, стремится идти. Есть. Земляника от полста? Нет. Ну, огонь, огонь, ладно. Слава, суровый такой тренер. Леша учит фристайл. Какие-то разные финты, движения. Кто ему все преподает? Или он сам все? Ну, когда-то я подумал, что как еще вот можно ему заполнить, как говорится, время пустое. Вспомнил, что есть такой футбольный фристайл. Сходили на одну, на вторую тренировку, к одним, ко вторым ребятам. Ну, как-то понравился Кирилл Былинский. Понятно, что это все трюки, вот это вот. Но хорошо для развития двигательного фона. Но придумали мы свою методику, свои тренировки. Комплекс, да, упражнений? Да. Перестроили, модернизировали, дополнили, расширили. И сейчас это фристайл, уже фристайлом это не назовешь. Вечное бесплатное обслуживание по кредитной карте Альфа-банка. Оформите в июне и получите целый год без процентов. Альфа-банк. Крупнейший частный банк в России. Тем временем начался второй тайм. Вот ребята, закололы. Проспорee. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Возит, 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 возит. Немного тонуса не падает, чувствуется, я не в тот момент кидаю, когда надо. Так нормально, пошло дело. В этой партии счет 2-0, если брать Леша, общий счет 2-1. У нас лавка есть, но если так уходит, то продолжаем. Постоянно, постоянно не дает, не дает даже Леше посмотреть на мяч. Я вообще мяч не вижу. О, продолжок вернул, 1-0. Поднаелись чуть-чуть, конечно, за день. Опа. С голом. 1-1. Нужайки пошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки забил. Понимаете, все пускается? Да. Спасибо. Футболист. Заслужил, заслужил, хочу в поле пахать. Красавчик. Чисто по футбольным уголам. Быстрые, хорошие ножки, неплохо под себя убирать. Здесь мне не хватало, конечно, пространства и чувствовалось. Побольше бы, да, полянка была бы? Да, ее стихия, это реально, это поле, это футбол играть, вот. Но здесь тоже все очень хорошо проявляет. Знает, трюки с freestyle умеет делать. То есть по всех направлениях развивается. Это очень круто. Просто надеемся, что будет тренироваться. И, ребята, я думаю, эта новость здесь всегда у нас. Может вырастись совершенно спокойно. Так что смотрите на всех теле, на всех каналах. Многие думают, что это папа, что я его пихаю, что я его заставляю. Он сам поставил себе цель и хочет ее добиться, достичь. И вот каждым утром она его подымает, подымает, туда тянет за шкирку, на это поле. Неправильно дышит. Надо еще работать и работать над ним. Всегда есть к чему стремиться, правильно? Задерживать дыхание от этого очень сильно устает. Мне кажется, с опытом придет. Ну, конечно. Хотелось бы чем быстрее, тем лучше. Леха, на выход. Субтитры сделал DimaTorzok